Здравствуйте! За новогодние каникулы россияне потратили почти триллион рублей. По данным Ассоциации компании интернет-торговли, с 1 по 8 января граждане совершили покупки на 920 миллиардов рублей, из них 23 миллиарда онлайн. Самыми популярными товарами в традиционной рознице стали бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и шубы. В интернете же чаще приобретали продукты питания и готовую еду, смартфоны, умные часы, наушники, а также товары для дома и мебель. При этом общая сумма новогодних трат на 7% превысила показатели прошлого года, а совокупная сумма расходов в интернете выросла на 22%. Не все пенсионеры заработали себе на пенсию. Как рассказал в интервью российской газете глава Минтруда Максим Топилин, в начале января пенсионный фонд отказал некоторым гражданам в назначении пенсии по старости. Как пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда России, страховая пенсия по старости назначается при наличии ряда условий. Возраст для женщин 55 лет и для мужчин 60. Необходимый трудовой стаж в 2018 году минимум 9 лет. И достаточное количество накопленных баллов. В этом году это 13,8 баллов. Некоторым людям этого не хватило, поэтому им будет начислена социальная пенсия. Социальная пенсия назначается на 5 лет позже страховой. Ее размер 9045 рублей. Семьям с детьми снизят процентную ставку по жилищному кредиту. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно документу, семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок, смогут рассчитывать на субсидирование государством ипотеки до уровня 6% годовых. На таких условиях можно как купить жилье на первичном рынке, так и пересмотреть уже ранее полученный кредит. Добавлю, в конце 2017 года также было принято решение установить ежемесячную выплату на рождение первенцам до достижения полутора лет. Она составит 10,5 тысяч рублей. А также продлить программу материнского капитала до 2021 года. В 2018 году цены на легковые автомобили вырастут в среднем на 15%. Это прогноз официальных дилеров. Как сообщает Коммерсант, с начала года практически все бренды уже подняли цены. Так, в Рено рассказали, что стоимость новых машин вырастет в среднем на 2%. В Митсубиши повысили цены на Аутлендер на 1,2%. Цены на Океа увеличатся в среднем на 0,8%. Форд подняли цены на некоторые модели на 1,2%. Тойота на 2% на RAV4. Ланд, Крузер, Прада, Корола подорожали на 1,3%. На Автовазе подтвердили планы роста цен на Лада на 2,5%. В концернах увеличение стоимости машин объясняют ростом акцизов, предполагаемой индексацией утилизационного сбора и инфляции. Дилеры же уверены, что рост цен еще продолжится и в целом за год составит 13-17%. Цена на нефть приблизилась к майскому максимуму 2015 года и превысила 69 долларов за баррель. Доллар продолжает падать. Его официальный курс на 11 января – 56,87 рубля, курс евро – 67,88 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин